всем добро всем доброго утра вы находитесь на канале тихий уголок который находится в деревне и вот белые часы которые утопают в цветах указывает начало пятого а это значит мы уже на ногах правда это не армейский подъем в армии так не встают собрались не на рыбалку мы отправляемся по делам а по каким смотрите нас оставайтесь с нами и будете в курсе всех событий поехали сейчас мы быстренько пьем чай точнее кофе вот такой у нас мощный рассвет утренний это там у нас восток как раз напротив нашего дома вот так солнышко стоят пытается пробиться через туман такая дорога у нас движемся в нужное направление друзья приходится ехать вот таким вот мою раком называется проверяем подвеску автомобиль как она работает интересно какую мы дыру едем скоро скоро должны уже приехать и вы все увидите природа конечно в каждом регионе красиво по-своему слева лес справа поле вот мы прибываем на ферму и слева мы видим улья стоят и барашки и барашки и барашки Бахджей чтобы прибыли они приблить региона с его дом живой и усень и гуси здесь у них И не знаю, сюда мы прибыли или нет. Сейчас вот, друзья, подъезжаем мы к знаменитому месту. 200 метров у нас Прохоровка, там, где было танковое сражение 43-го года. Вот мемориал здесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это баранчик. Где-то два с половиной месяца ему. Сейчас мы разрезаем. И развязываем. Отпускаем на волю. Все, встаем. Встаем. Ты уже отлежал свое. Сильно перевязали ноги и он встать у него. Встанет, встанет. Встанет еще как встанет. Тихо, тихо, тихо. Это Романовка. Если там баранчик Катумский, то это Ярочка Романовская. Тоже встаем. Тоже встаем. Еще одна Ярочка Романовская. Здесь придется ножичком разрезать. О, желтенькая бирка. Романовка. А то Катумский баранчик. Сейчас все покажу вам баранчик. Это валух. Баранчик, но валух. Это на мясо. Видите, шерсть линяет. Это Катумский баранчик. Катумский или Катумский. Кому как нравится. Это баранчик. Без ушей. Когда он окатился, он себе в уши отморозил. Зима была очень суровая. Видите, такой рыженький. Тоже Катумский. Ну, все он бы сказал там. А вот еще Катумский баранчик. Видите, бирка беленькая. Катумский, рыжий. Это больше крови здесь, Катумской породы. Видит, тоже линяет. Тоже линяет. Маленький, а уже линяет. Весной и осенью линяет. Буранчик. Аккуратно. Буранчик. На мясо буранчик пойдет. Это уже кастрированный валок. Встаем. Вот. У вас, смотрите, какой огромный простор. А вот этого баранчика мы явно оставим на завод. Все, сейчас, сейчас, секундочку. Секундочку. Это баран не кастрированный. Видите? Лохматенький. Ну, стой, стой. Лежи, лежи. Лежи. Сейчас быстренько я тебя развяжу. Это последнего я забирал. Сказал, давай мне вот этого. Господи, ну, все. Все. Встаем. Это газонокосильщики мои. Газонокосильщик. Триммер. А? Триммер. Встаем? Встаем или не будем так? Будем так лежать, да? Понравилось тебе? Встаем. Надо тебе вставать. Надо вставать. Тебе надо вставать, да? Ходить. Вот. Дорога была. Занимала где-то около полтора часа езды. Ну, вот мы привезли. Это примерно в Белгородской области. Так что, вот мы обзавелись новыми газонокосильщиками. И теперь они должны здесь у нас косить траву. Мы вот сено подготавливаем. И там второй должен быть загон. Для того, чтобы тоже они там косили траву. Перед домом должно быть чистота, порядок. Все красиво. Романовки отдельно были в другом стаде. И вот они сейчас осматриваются. Мы их отняли только что от больших ярок. Все кушают травку. Видите, как они с удовольствием кушают травку. Ну, а здесь остальные. Все кушают травку. А остальные ушли уже туда в чащу кушают. Голодные были сегодня с утра. А вот она боится черная еще. Зато здесь водичка есть. Только не знаю, как они там достанут. Но не достанут. Лягушки прыгают. О, побежала резвая. Трезвая. Вот такая у нас новая забава. Ну, друзья, спасибо большое, что вы пишете комментарии под нашими роликами. Ну, хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые вы там писали. Значит, в проекте у нас не будет ни коров, ни коз. Это те животные, которым нужно будет постоянно ежедневный уход. То есть, нужно будет и доить, и кормить в обед там, утром в обед и вечером. Вот мы специально купили таких вот баранчиков. Кому интересно знать, что за катумская порода, можете набрать в интернете. Посмотреть. Там вам очень много есть роликов. Олег Лебедь вам расскажет, что это за порода и как она выводилась. Вот. А эти товарищи должны у нас, значит, косить траву. По идее, мы должны также, как все наше хозяйство, мы можем оставить спокойно и уехать в город. И они должны жить без нас. У меня в проекте только именно такие вот птицы, такая животная, которые мы можем оставить на несколько дней и спокойно уехать в город и заниматься своими делами. Так что всем, друзья, до новых встреч. И пока-пока.